приветствую друзья я виталий портников президент соединенных штатов джозеф байден считает что российский президент владимир путин разделяет его озабоченность относительно китая поскольку у россии китае протяженная государственная граница и очевидно по мысли американского президента дальнейшая политическая и экономическая экспансия китая может угрожать отметь не только американским или европейским но и российским интерес но это по мысли американского президента а что же по мысли российского может ли владимир путин на быть реальным союзником соединенных штатов в экономической и политической конкуренции с китаем очевидно что президента джозеф байден в такой конкуренции заинтересован не в меньшей степени чем его предшественник дональд трамп и что именно в усилении китая он видит главную угрозу для соединенных штатов и что именно о китае прежде всего о китае он говорил со своими союзниками во время саммитов группы 7 и североатлантического союза однако у россии как правило совершенно другие представления о роли китая в современном мире для россии китай и есть та страна которая сдерживает соединенные штаты россия заинтересована именно в китайском они в американском успехе и никакая протяженность китайской российской границы никакая политическая и экономическая экспансия китая не является особой проблемой для российского политического режима потому что именно усиление китая это и есть гарантии выживания таких режимов как российский режим доказательства того что авторитаризм может существовать и с авторитаризмом необходимо считаться собственно говоря это все начиналось отнюдь не во времена владимира путина это начиналось еще во времена бориса ельцина когда казалось бы россия стремилась к демократии а президент билл клинтон тогдашний президент соединенных штатов говорил что у бориса ельцина демократия в сердце так вот именно во времена бориса ельцина и билла клинтона именно тогда когда клинтон считал что у ельцина демократия в сердце российский президент утверждал что не соединенные штаты а китай и россия будут определять дальнейшую политическую повестку дня потому что как только оказалось что у соединенных штатов завышенные по мнению кремля претензии к российскому руководству относительно развития демократии относительно отношений с соседними странами относительно того как российское руководство смотрит на окружающий мир россии сразу же понадобился китай борис ельц она понадобилась который не вел воин против соседних государств а всего лишь как бы всего лишь вел войны на территории самой российской федерации на северном кавказе и уже тогда было понятно насколько российское руководство нуждается в китае ну и еще историческая перспектива оказалось что в связи с победой цивилизованного мира в холодной войне в этом самом мире осталась только одна сверхдержава соединенные штаты что конечно же тоже не может устраивать современную россию потому что она не способна навязывать свою волю соседним государством она не может вести себя как советский союз даже если хочет так себя вести и тогда конечно необходим многополярный мир а еще лучше биполярный мир в котором главными игроками будут соединенные штаты и китай соединенные штаты как с государства защитник демократии а китай как государство защитник авторитарных режимов и тогда россия может себя совершенно комфортно чувствовать в этом биполярном мире в роли одного из главных союзников китайской народной республики и тогда россия может совершенно уверенно объяснять почему и нужны свои сферы влияния потому что она не просто утверждает историческую территорию российской империи как об этом неоднократно говорил своих выступлениях владимир путин а еще и потому что она утверждает авторитаризм и это конечно может быть совершенно непонятно для президента соединенных штатов и для других западных политиков потому что они могут видеть в усилении китайской народной республики непосредственную угрозу для российской государственности но это ведь все перспектива причем отдаленная перспектива а владимир путин и его окружение живут здесь и сейчас здесь и сейчас нападают на украину здесь и сейчас борются с российской оппозиции здесь и сейчас набивают карманы и то что в каком-то отдаленном будущем случае усиления китая россия может потерять большую часть своей территории и вообще не быть тем государством которые мы видим на географических картах мира сегодня вряд ли этих людей волнует они вообще не мыслят в таких категориях они мыслят прежде всего в категориях сохранения собственной власти и увеличение собственного благосостояния какие бы сказки о скрепах они не рассказывали обычным россиян поэтому все апелляции к интересам россии когда речь идет о конкуренции соединенных штатов и китайской народной республики они абсолютно бессмысленны конечно же в этой конкуренции владимир путин выберет китай это ему понятнее это ему ближе это приближает его к мифам что если бы советский союз пошел по китайскому пути то есть сохранил бы все власти номенклатуры не занимался бы гласностью перестройка исключительно провел бы экономические реформы то советский союз существовал бы и по сей день а как известно для владимира путина крах советского союза это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 столетия не более и не менее это таким образом позволяет владимиру путину рассчитывать что никакой запад не помешает функционированию его режима в будущем и это позволяет ему с оптимизмом смотреть в это будущее будущее в котором он может быть президентом до 2003 шестого года может быть и далее будущее в котором украина и беларусь будут включены в состав российской федерации без реального сопротивления цивилизованного мира будущее в котором россияне не будут избирать никаких президентов а будут лишь соглашаться с тем что у них один и тот же президент на протяжении долгих десятилетий будущее с китаем это отличное будущее для владимира путина а вот будущее в мире где будет превалировать демократия это то будущее в котором владимир путин может оказаться уже не в президентском кабинете а в тюремной камере кому интересно такое будущее и почему владимир путин должен обсуждать подобные политические перспективы джозефом байден именно поэтому у современной россии и современных соединенных штатов не может быть никакого взаимопонимания по принципиальным вопросам дальнейшего функционирования обеих этих государств потому что соединенные штаты это демократия который сменяется власть а российская федерация это авторитарный режим в котором власть не должна меняться ни при каких обстоятельствах именно поэтому этому режиму необходим так называемый многополярный мир с превалированием китая именно поэтому в американско-китайском состязании россия будет болеть за китай и помогать ему именно поэтому российско-американские саммиты никогда не будут заканчиваться ничем серьезным и конкретным владимир путин давно сделал свой выбор и он не может поменять вектора развития своего режима и того государства которым он владел спасибо друзья подписывайтесь на этот канал оставайтесь на нем подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать канал youtube и удачи